Шум, запахи из кафе и магазинов мешают нормально жить. К нам в редакцию обратились владельцы квартир в доме 3004, которые недовольны с таким соседством. Даже в час закрытия заведения они не могут вздохнуть спокойно. Молодежь закупает алкоголь в магазине и отправляется в их дворы продолжать праздник. Кто поможет жителям решить их беды? Нарушает покой жителей не музыка заведения, большинство из них не имеет танцполов. Им мешает шум выносных холодильных агрегатов. Ночью, по словам владельцев здешних квартир, из-за них невозможно спать. Ситуация с магазином аналогичная. Вот тут китайские рестораны, потом город Н, у них так гудит сильно кондиционер, а потом еще они врубают какой-то мотор у них, видимо, вентиляционный. И он вообще начинает не только гудить, а звенит. Я к ним не один раз заходила, к директору вот сейчас зашла, сказала, телевидение у нас приезжают. Они, а что мы можем сделать, и все, вот так они отвечают. Видимо, жалобы жильцов подействовали на руководство магазина к приезду съемочной группы на месте, где установлены кондиционеры. Трудились рабочие. В случае пожара или чрезвычайной ситуации, по словам жителей, к ним не сможет подъехать ни одна спецслужба. Ни одного подъезда к их дому нет. К тому же, по их словам, у них всего одна пешеходная дорожка, и та все время в воде. Здесь лужи то от дождя, то от кондиционера пивбара. Раньше был широкий проход, и она была освещена. Сейчас поставили здесь развлекательное заведение, пивбар. И, соответственно, в этой арке люди справляют малую нужду, капает кондиционер. Здесь всегда лужи и грязь, и нет ни одного фонаря. Хотя бы фонарь сбоку повесили. Здесь невозможно пройти. Вечером она темная, страшная, с колдобинами. Кафе в этом и соседнем здании мешает жителям запахами от мусоропровода и готовившихся блюд. А ночью, по словам жильцов, сотрудники заведения еще и гремят стеклотарой. Закурливается ресторан 12, по-моему, да. И после этого они соберут все бутылки, да, контейнер. Они просто так не ложат. Просто они бьют, 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 чтобы всю бутылку контейнера шло. А время-то сейчас. Мы-то спать не можем после этого. Мы решили наведаться в эти заведения, чтобы услышать от хозяев ответы на вопросы жителей. Но ни в одном из мест общепита руководство не оказалось. Рассказать о происхождении благовония откликнулся управляющий сети японских заведений. По словам Дмитрия Саксонова, проверки в их кафе бывают регулярно и никаких нарушений не установлено. Мусор выводят ежедневно, даже в выходные. А в неприятном запахе под окнами жителей винит бомжей. Кроме всего прочего, жителям мешает и молодежь, которая вечерами устраивает здесь посиделки. Пенсионеры, говорят, не раз обращались к участковому. Но реакции никакой. Приходит молодежь, ну как всегда, посидеть хочется, выпить пиво, покурить, погулять. И га-га-га, ого-го, анекдоты всю ночь. Он к ним не подходит. Это участковый. Никак не подходит. Я однажды ему сказал, я говорю, разгоните их. Это, говорит, не мое дело. А куда вы просятся, не знаю. В опорном пункте общественного порядка нам сообщили, что на два комплекса 30-й и 29-й всего два участковых, которые работают практически круглые сутки. По словам начальника, недавно в доме 30-04 провели встречу с жильцами, где поднимали все волнующие вопросы. Но давать официальный комментарий здесь не захотели, сославшись на руководство. Больше полномочия имеют и разрешают по поводу, могу я это говорить или нет, мне разрешение. Вот и получается, что владельцы заведения существуют по закону и соответствуют всем необходимым нормам. А в полиции с шумом не справляются из-за нехватки рабочей силы. Жителям же только и остается, что жаловаться от телевизионной камеры. Надеюсь, что хоть кто-то услышит.